Казармы переименовать 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 Убийства должны были выглядеть Как исламистский террор Основываясь на полученных данных Мы полагаем, что трое подозреваемых Планировали совершить теракты, жертвами которых Должны были стать государственные и общественные Деятели, активно участвовавшие По мнению задержанных, в провальной Политике по отношению к иностранцам Проспала миграционная Служба, признавшая аварийским юноше Не говорившим по-арабски Сирийца. Проспали в самой армии Критикуют своих же подчиненных Глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен Вопрос в том, почему, например, Наша военная контрразведка Не получила никаких сигналов О содержании дипломной работы Этого человека от 2013 года В которой однозначно указывалось На его правоэкстремистские взгляды И как стало возможно, что в казармах В Илькерше или в Данао Эшингене целые комнаты были Украшены символикой вермахта Не только эти все помещения Во всех немецких казармах В эти дни перевернули вверх дном Вину за провал Здесь в Министерстве обороны Возложили на подопечных Причиной всему Системные ошибки И безответственность бундесвера С его превратно понятой Офицерской солидарностью Но гневную реакцию Фон дер Ляйен Ближайшей соратницы Ангелы Меркель В оппозиции назвали показухой Ведь армией фрау-министр Руководит уже четвертый год Так где было раньше? Что нашли после всех этих проверок? Деревянные модельки самолетов Люфтваффе? Ни о чем не говорящие медальки С символикой вермахта? Все эти вещи должны исчезнуть Из казарм Но действовать надо все же В разумных границах Вещи исчезнут А вопросы лишь множатся Отчего в большинстве эпизодов Подделу неофашистской группы Подчиненных покрывали Их же командиры И стремились замять скандал Не идет ли речь о разветвленном нацистском подполье в Бундесвере? И как могло оказаться, что даже сюда В элитный вуз Бундесвера в Мюнхене Вопреки проверкам контрразведки Попало сразу несколько студентов Право-радикалов Количество похищенной амуниции Которые мы узнали Поражает Речь о тысяче пропавших из Бундесвера Стволов самых разных калибров Провернуть такое одному офицеру невозможно Ведь на стрельбище ездят целыми группами Ответственность несут несколько человек Все фиксируется в специальной книге Выдаче боеприпасов А по окончании учений Еще раз перепроверяется Конечно, в войсках сейчас царит смятение Там все бурлит И все же необходимо провести расследование Тщательно и радикально По официальной статистике Военной контрразведки За год во всей армии Набирается менее 300 экстремистских инцидентов Но можно ли этим цифрам верить После произошедшего? Огульные подозрения не по душе многим офицерам Обвинения и обобщения властей В адрес Бундесвера Для них говорят оскорбительны Вспомните только, какую важную роль Мы сыграли в Афганистане Я, например, одновременно возглавляю Солдатскую организацию помощи детям войны В Афганистане, Мали, Ираке Им помогают немецкие солдаты и офицеры Вот наши современные традиции На них нам следует опираться Именно от того, что на кону стоят Настолько серьезные вещи Воспринимаемые как плевок в лицо теми солдатами Что безукоризненно несут свою службу Так важно продолжать это дело Шаг за шагом, пока мы не дойдем До самой сути случившегося В Бундесвере месяц большой чистки Борьбу с нацистской романтикой В Минобороны начали с символики Из списков официальных песен Бундесвера Удалят наследие вермахта Переработают приказ о традициях в армии Прежний был принят в 80-х Переименуют несколько казарм У иных по сей день имена асов Гитлеровского Люфтваффе Марселя и Лента Или героя противотанковых войск Лилиентале Лихо подбивавшего Второй мировой советские танки Досталось и покойному экс-канцлеру Гельмуту Шмидту Его портрет в форме вермахта В одном из военных вузов От греха подальше спрятали Но можно ли спрятать и мировоззрение? Что толку от такой компанейщины С зачистками в казармах? По-моему, важно обратить внимание На самих солдат Взявшись за их политическое просвещение Никто из нас, как минимум, не был против Когда в казарме звучали Российские анекдоты Когда вслух мы восхваляли политиков Из числа неофашистов и антисемитов Даже если для Бундесверы Это не является повсеместной проблемой Очевидно, что он, как и любая армия Особенно притягивал к себе таких людей Ура патриотов, националистов Одним из них в строю Офицером с оружием В миру активистом неонацистских движений Был и Кристиан Вайсгербер Порвав несколько лет назад С ультоправой идеологией Он теперь спокойно рассказывает В их комнате в казарме Из семи солдат четверо Открыто придерживались этих взглядов Только в конце меня перевели В другую казарму Держали в отдельной камере Под присмотром водили в душ и в столовую Но даже при этом Каждый день они мне выдавали оружие И обучали стрельбе Хотя по всем документам Я проходил как убежденный неофашист С татуировками по мотивам нацистской свастики И с подозрением на заговор В котором я участвовал вместе с другими солдатами Спор о том, сколько от вермахта Третьего рейха Осталось в бундесвере ФРГ Продолжается все 60 лет Что бундесвер существует После нынешнего скандала Одни эксперты призвали вернуть для немцев призыв Чтобы разбавить ряды самых правых и бравых вояк Обычными новобранцами Другие утверждают, что и это бесполезно В любую армию с ее иерархией и боевым духом Всегда стремились любители твердой руки Как бы то ни было, для правящего ХДС Во главе с Ангелой Меркель Это самое неподходящее время для новых баталий До выборов 4 месяца Константин Гальденсвайк, Илья Левентов, Кирилл Бутырин Яна Карпова, RTVI, Германия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова